Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не выбраны те произведения, которыми я готова поделиться с другими, то есть почитать и послушать оценку. Может так произойти, что после передачи вы вдруг одобреете к себе и покажете мне что-нибудь такое, чтобы было на 20 лет? Не стеси, все равно не сохранились. Не сохранились? Нет. Но я очень строго оцениваю свои творчества. Очень жаль, что не сохранились. Но, видимо, это... Вот такое строгое отношение привело вас к столь выразительным стихам. Ну, я надеюсь. Спасибо. Это очень редкое явление. Вообще, хорошие поэты редко встречаются. Пишущих стихов людей много, и многие из них считают себя поэтами и даже говорят о какой-то лирической воодушевленности и о многом другом. Но на самом деле поэтов мало. Я имею в виду не тех, кто создает поэзию. Вот этих действительно мало. А вообще поэтов больше. Но многие из них не умеют писать. Согласна. Я понимаю, кажется, о чем вы говорите. Да. Но мы их не понимаем в расчет, поскольку они артефакты литературного характера не создают. И не уничтожают то, что не входит в собрание сочинений впоследствии. Да, вы знаете, вот Безил Бансинг, например, английский поэт, он оставил всего одну книгу. Один из самых знаменитых 20 века поэтов, в который вошло ровно 100 стихотворений. Ну, я считаю, что этого уже достаточно. Если 100 хороших стихотворений написал за свою жизнь поэт, то это, наверное, очень плодовитый поэт. Да, я тоже так думаю. Но он уничтожил все, что не относилось к этой сотне. Он опубликовал одну книжку, и к нему явились Слоновского телевидения и прочее. Он очень удивился, сказал, да, что это такой шум, из-за чего вдруг. Ему уже было за 60 далеко в это время. Но он был знаменитостью уже тогда. Он был знаменит как импровизатор. Он принадлежал группе андеграунд, но это совсем другой андеграунд, не такой, как у нас. Это не катлариат там, это не подпольные поэты, которые... А это как раз были признаны андеграунд, потому что они выступали в метро. И Безил Бантин был такой готов, что он становился напротив движущейся на него по эскалатору толпы и говорил стихами, а ему отвечали в попад. Прямо по ходу граждане, которые проходили мимо. Вот такое шоу. Вот он оставил всего 100 стихотворений. Но я думаю, что у вас останется больше. Не знаю. На радость считать. Но я думаю, 100 уже есть. Да, я тоже так думаю. Вот удивительное явление, все ваши стихи, когда я их читал, я не все, видимо, читал, но практически все производят впечатление большой выразительности. Хотя вы не применяете, почти не применяете острых приемов. И вот в связи с этим мне хотелось бы узнать. Мне кажется, вы большая любительница Бродского. Это точно, да. Да? Но кроме Бродского у меня еще много других. Нет, я понимаю. А вот в поэзии это не отразилось практически совсем. Вы не похожи на Бродского. А как вы определили, что мне нравится Бродский? Знаете, по одной фразе. Как вы? Ну, в одном стихотворении у вас есть фраза, которая навела меня на мысль, что вы очень любите читать его стихи. Это правда. А вот почему? Что вас интересует в таком поэте, как Бродский? Вы не похожи на него совсем. Не похожа я на него, наверное, потому что я сознательно старалась не подражать ему. У меня есть некоторые стихи, по которым очень легко определить мои поэтические предпочтения. Ну, я понимаю, что большой поэт может поглотить поэта, который делает первые шаги. Ну, себя я уже не могу назвать человеком, который делает первые шаги в поэзии. Но был такой период, когда я 20 лет читала Бродского, и я понимала, что надо стремиться к тому, чтобы не быть похожей на него. То есть меня интересует в его поэзии метафоричность. Вот, пожалуй, этого можно подражать. Но ведь вы не очень метафоричный поэт. И вы скорее принадлежите... Ну, я не знаю, как назвать. Вот у хорошего поэта, каким я вас признаю, присутствует некое состояние, в котором он находится в совершенно особом мире, недоступном практически для других людей. Там нужно быть. Но оттуда нельзя говорить, как попало. Это непроизвольное говорение. То есть вот этот алгоритм, которым обладает человек, он не зависит от метафоры, не метафоры, сравнения. Это не важно, на самом деле. Важно взгляд оттуда сюда. Вот из того мира сюда. А знаете, я бы по-другому сказала. Наоборот, взгляд отсюда туда. Но этому не соответствуют ваши стихи. Вы это сейчас декларируете, но скорее вы оттуда смотрите сюда. Потому что ваши стихи, они, ну, как бы, они обладают какой-то крайней степенью отчаяния. Да. Да. И это не может быть оттуда сюда. Там нет отчаяния. А может быть это отчаяние, попытка вырваться отсюда. А, понятно. Да. И вы действительно это хотите? Наверное, да. Да, это может быть двигателем такого творчества. Возможно. Только это очень опасно. Опасно в каком смысле? Опасно опасно. Как для поэта или как для человека? Опасно для жизни, как для человека. Это очень опасная эстезия. Ну, наверное, нужно немножко прояснить. Вопрос, может быть, я не совсем точно выразилась. То есть, понимаете, какая-то тоска по тому, что было до этой жизни. Наверное, это я имела в виду. То есть это отчаяние, ну, как синоним тоски, что ли. Ну, есть. Немножко проглядывает такой, как бы, неупечорен иногда. Да, но этого очень мало. И ваше отчаяние мало похоже на традиционное вот отчаяние русской литературы. Вы очень похожи на Александра Елененко. Вы знакомы с его стихами? Ну, совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Ну, вот вы почитайте. Не по стилю, не по тому, как он их сочинял, хотя и это тоже есть немного. Но вы очень похожи по вот этому вот взгляду, который трансформируется, проходя через вот этот интерфейс или же вот из той сингулярности в нашу сингулярность. Он как-то трансформируется. Там есть какая-то призма, что ли, которая преломляет это и превращает стихи. Но может не обязательно в стихи превращать. И вот этот вот путь, который проходит духовность оттуда сюда, как мне кажется, сильно напоминает его. вот в те годы, когда он сочинял много стихов, он не всегда это делал, а потом он уже больше 15 лет практически не сочинял. Но мне кажется, вот вы говорите, путь оттуда сюда, всё-таки я настаиваю на пути, наоборот, потому что та реальность, ну, если можно, конечно, назвать это реальностью, я не знаю, о чём я говорю, это что-то такое, что не поддаётся вербальному оформлению, но то, что оттуда, оно не нуждается в каких-то больших изобразительных средствах, то есть оно самодостаточное. Знаете, у меня ещё два другая мысли. Я подумал о том, что вот Москва, как таковая, она очень редко порождает поэтов. Почти все поэты, которые достигли вершины творчества в Москве, они все приезжие. Я думаю, это касается не только поэтов, вообще творческих людей. Нет, не обязательно. Вот художники встречаются, и московские, ну, вот, Балой Добронин, например, гениальный художник, ну, и много московских художников, таких разных песен-музыкантов тоже, а вот поэтов нет. И поэты, всё-таки, их выразительные средства, связанные с русским языком, ну, как правило, есть на других языках поэты в Москве, но мы сейчас говорим про русскую поэзию. Вот, который вы добавили к кодекс своих текстов. Очень интересно. И, может быть, это порождается вот этим, что ли, проекцией мира Москвы на мир провинциального города. Я объясняю это немного по-другому. Действительно, много провинциальных поэтов делают московскую литературу и московскую поэзию. Понимаете, в Москву нужно приезжать уже с таким серьёзным багажом. То есть здесь ничего не происходит, здесь не рождаются новые стихи, здесь уже обрабатываешь тот материал, который уже накоплен за тот период жизни, который был проведён где-то в Ге-Москве. То есть об этом можно много говорить. А что вы будете делать, когда кончится материал? Ну, я не думаю, что настанет какой-то момент, когда я точно себе скажу, что вот материал закончен, и писать больше не нужно. Я думаю, что это произойдёт постепенно. Возможно, у меня появится мысль уехать куда-нибудь. Вот вы родились и жили в Буйнарске, потом получили образование в филологической махачкале. Да. И после этого оказались в Москве. Но в ваших стихах Дагестана практически нет. Почти совсем нет. Очень мало. Это правда. Ну, фактически прощание с ним. Несколько фраз – до свидания. Всё остальное – это Москва. Да. Это не связано с теми впечатлениями, которые у вас были там. Это актуальные впечатления вас, оказавшихся здесь. Я говорю о какой-то духовной силе, которая может появиться только за пределами большого города. То есть здесь ритм жизни, он мешает сосредоточиться на себе, на каких-то там очень сакральных струнах, что ли, внутри. Мешает? Мешает. А как же вы создаёте эти стихи, если вам это мешает? Ну, у меня уже был… Ну, я приехала сюда уже более-менее, ну, как по зрелому человеку в духовном смысле. Ну, я с вами не согласен, честно скажу, но может быть такое объяснение, конечно. Я подумаю, что это взгляд, вот новизна и многообразие, и во многом бесперспективность вот такого мегаполиса, как Москва, она и производит в отзывчивой душе подобные впечатления. Они могут быть изложены вот так жёстко, как у вас, или же с любовью, например, но всё равно фон остаётся такой же. Его очень трудно изменить, потому что он объективно такой. И Москва, она достаточно чужда поэтическому творчеству, как мне кажется, ну, по своей природе организации. Вы так думаете? Да, я, пожалуй, соглашусь. Ну, есть поэты, городские, есть поэты, которые пишут о природе, ну, деревенские, наверное. То есть я себя отношу именно к городским поэтам, то есть меня вдохновляет город. Я могу наслаждаться природой, но писать об этом не хочется. Обычно пишешь тогда, когда тебя что-то беспокоит. Знаете, вот большинство хороших поэтов, которые уехали из Москвы и оказались в эмиграции, а я таких знаю не один десяток, они в эмиграции абсолютно утрачивают вот эту способность такого острого, пронзительного слова, которое у них было в Москве. Хотя они попадают тоже в очень большие, иногда и большие города. Но у них вот это впечатление совершенно исчезает. Это особая атмосфера, которая летает над городом. Может, там они себя чувствуют более комфортно, чем здесь? Разве поэту нужно дискомфортно себя чувствовать, чтобы осознать? Ну, в том числе. Я не думаю. Но это будут уже другие стихи, или это будут уже не стихи? То есть можно совсем не писать. Это не значит, что человек духовно деградирует. Это значит, что он перешел на новый уровень в духовном развитии, когда отпадает необходимость что-то писать. Я думаю, что к этому должен прийти любой человек к искусству. Это не обязательно. Духовное развитие может продолжаться просто сменой искусства, а может быть и без смены. И искусство может сопровождать духовное развитие, а может не сопровождать. Это вещи, которые существуют по отдельности. Но согласитесь, что творчество рождает какая-то неудовлетворенность с собой и жизни? Не могу согласиться. Потому что я думаю, что творчество носит аналитический характер, и оно является сознательным актом как с точки зрения эстетического намерения, так и этическим. И то, что вы говорите, это такое спонтанное творчество, которое питается вот этим, что вы назвали, вот этой неудовлетворенностью. Но вы можете попасть и в другое состояние, когда вам совсем оно будет не нужда. И творчество от этого ваше не пострадает. Нет, я просто к творчеству отношусь как к процессу, а не как к результату. То есть если человек гармоничен, и он совершенен, то он не нуждается в пути. А творчество – это всё-таки путь. Ну, совершенных людей, наверное, нет. Да, в том-то и дело, что нет. Ну, есть какие-то святые люди, о которых никто не знает. Ну, они просто не афишируют свою жизнь. Это поэта нуждается в каких-то похвалах, нуждается в понимании. Да, обязательно тоже. Но почему поэты и вообще творческие люди очень амбициозны? Ну, есть какая-то часть, большая достаточно часть творческих людей. Поскольку я бываю на многих литературных собраниях, скажем так, то я вижу, что там в основном бывают сами литераторы, и они друг друга не слушают, а готовятся к своим собственным выступлениям. Это правда, но я думаю, что любой поэт недоволен этой ситуацией. Почему? Ему бы было приятно, чтобы целый стадион его слушал, и рукоплескал. Ну, это Настушенко уже, который раз вызывает вернуть это всё. Ну, это, конечно, неправильно, но поэты же хотят этого. Не обязательно. Я думаю, что всё наоборот. Как? Там, где есть культура отношения к поэту, среди людей не литературно озабоченных. Хорошо. Я думаю, что в таких средах само по себе происходит стадионное действие, просто потому что люди хотят испытать восторг, увидев этого человека. И всё. Больше за этим ничего не стоит. То есть вы хотите сказать, что сам поэт не заинтересован в том, чтобы его слушали? Я думаю, что нет. А тогда почему люди издают книжки? Книжки издаются не для того, чтобы их слушали. А для чего? Книги издаются для того, чтобы их читали. Это совсем другое действие, оно не может на стадионе происходить. Но это тоже из-за амбиций. Нет. Книги – это явление гораздо более позднее, чем поэт как таковой. Я понимаю. А поэт, вот я несколько раз об этом говорил, я однажды услышал индийского поэта. Который на одном из языков Индии декламировал свои стихи. И это было впечатляюще просто. Я понимал, что это очень большой поэт, хотя не понимал ни слова. Но его манера декламации и его погруженность в это, ему было абсолютно всё равно, кто перед ним. И есть ли кто-нибудь. Я думаю, вас ещё и впечатлил ритм и мистика звука. Ну, мелодия, конечно. Да, но вот это вот и есть самое главное. При публичной презентации поэта обществу, самое главное – это его. Вот Мицкевич, когда выступал, он был известный, как это у нас называется, выскочила словечко, когда сходу стихи говорят… Импровизатор. Импровизатор. Он был известный импровизатор. И импровизировал он, конечно, стихи не самого высокого толка, в отличие от тех, которые он записывал. Но любая импровизация, эта импровизация, так же как наша устная речь, не совсем похожа на письменную. Но вот его выступления слушались с восторгом, и это собирало большое количество слушателей. Но это не для того, чтобы, я думаю, Мицкевич хотел именно этим прославиться. Нет, это же нормальное желание. Когда я говорю о том, что поэт хочет, чтобы как можно больше людей его послушали или прочитали, это нормальное желание. Это желание поделиться чем-то прекрасным, которое у него внутри может быть так. А с другой стороны, ну, амбиции, да, ему хочется и самым. Да, чтобы все сняли шляпу и рассказали, раскладнился и сказали да. А я очень удивлюсь, если есть на свете такой человек, который бы не хотел этого. Но я не удивлюсь. Нет, есть, конечно, просветленные люди, наверное, которые не нуждаются в этом. Ну, большинство, к сожалению. Я могу предположить, что в той долгой жизни, которая вам предстоит еще, вы узнаете вот это состояние, когда вам это будет безразлично. Но что-то же заставляет человека... Но поэзия не будет безразлично при этом. Не знаю. Но мне кажется, поэт, который выходит на сцену и читает стихи, его все-таки интересует, что думает о нем его слушатель. Ну, в это время он актерствует, он не является поэтом. Он занят другим жанром. Вот если вы соберете своих слушателей и просто поведете с ними психологические эксперименты, пытаетесь узнать, что они восприняли из того, что вы им предкламировали, то вы убедитесь в том, что большая часть их ничего не помнит из этого. А те, которые помнят, они помнят свои мысли по этому поводу или совершенно по другому поводу. А это очень нормально. Я думаю, что не нужно переживать по этому поводу. То есть остается эмоция, впечатление. Правильно? Да. Она неконтролируема. Контролируема? Не знаю, это не имеет значения. Вот так началась французская революция. Есть какой-то фраза, которую в театре сказал актер. Она совершенно никакого отношения к революции не имела. Она всех воспоминала, и они все побежали на брикады. А что это была за фраза? Сейчас не помню. Напомню, что он инцидент. Была такая фраза. Ну, это сила с холодом. Да. Нет, это сила не слова. Это сила состояния. Это совершенно то же самое, что 25-й кадр. Знаете, вот нам говорят, что есть какой-то 25-й кадр, который там есть только на подсознании. Но оказалось, что он не работает. Не работает? Нет, не работает. Он работает только в том случае, если, например, идет 25-м кадром, идет внушение о том, что человеку нужно поесть, но это действует только на тех, кто уже и сам хочет есть. Ну да. Поэтому что-то такое, что можно приписывать слушателям, они не находятся в своем мире, и трудно от этого абстрагироваться. То есть вы хотите сказать, что невозможно влиять на людей? Как раз на людей влиять как раз можно. Но в каком направлении вы на них влияете? Вот этот вопрос. Я думаю, что если говорить об искусстве, то это, безусловно, положительно отражается на тех людей, которые слушают или читают. Вот я не знаю, я просто вспоминаю, вот сейчас вы меня навели на мысль. Я вспомнил такого замечательного певца, Хавера Калямара. Это аргентинский певец и выдающийся просто певец. Но кроме того, что он прекрасно поет, он еще и жестикулирует. И вот каждый его жест, каждое его движение и все, что он делает руками, телом, очень скупо, но безумно выразительно. Я думаю, это оказывает не меньшее воздействие на публику, которая его слушает. Я уж не говорю про вот эту самую харизматику. И все это связано с выступлением человека перед людьми. Это соединение с ними. Это чувство единства вот с этой аудиторией. Ну это вот сейчас нас смотрит какое-то количество людей, предположим. Но мы не можем достичь этого единства, потому что мы их не видим, они не участвуют в процессе. Но мы можем это почувствовать. А как вы это почувствуете? То, что... Ну я, я... Ну не знаю, наверное... Это не лучшая тема для разговора. Да? Ну ладно. Я понял, что вам хочется почитать стихи. Да, я бы почитала стихи. Да. Ну я почитаю последний стих. Хорошо. С удовольствием послушаю. Я думаю, наши телезрители тоже получат такое же удовольствие. У меня на коленях лежит раскрытая книга. Что-то такое из-за раннего Стивена Кинга. Муха, присев на страницу, сразу же превратилась в набранную Таймсом Эл. Из верхней квартиры громкие голоса. Сосед не в первый раз оправдывается перед женой стервой По поводу вчерашнего пьянства. Мол, ничего не помнит. Полуденное солнце берет штурмом комнату. Делая незрячими зеркала, телевизор, Тонкая паутина свисает с карниза. Ты только что вернулся. Достаешь из пакета пиво, хлеб, молоко, Но забыл сигареты. Снова идти в магазин. Россия. Лето. Спасибо. Давно написано? Нет, недавно. Ну, где-то несколько недель назад. Очень красиво. Спасибо. Еще почитайте. Хорошо. У меня есть цикл стихов, Которые называются «Уроки фотографий». Я с недавних пор увлеклась еще фотографией, Но я не знаю, насколько это серьезное увлечение. По крайней мере, сейчас мне это интересно. Ты стоишь у большого окна, Улыбаешься криво. Небо за тобой превращается в один сплошной мусс, Когда я дотягиваюсь до тебя фокусом объектива. В кадр попадает часть стола, Визуальный мусор. Можно так снять человека, Чтобы с высокого дерева ростом, Или на подоконнике, будто бы в каное. Сначала говорим о поэзии, А потом просто переводим слова с русского на спиртное. И кажется, что любовь никогда не отпустит, Если я дотронусь и не отниму от раскаленной сковородки руку. Они говорят, предъявите источник грусти, Неизлечимая болезнь, разлука, смерть друга. Это всего лишь лампа бросает на лицо тени. Она где-то сбоку, единственный источник света. Очень хочется встать на колени и шептать, Отче наш, а потом где-то, где-то. Всё. Знаете, у вас иногда в стихах встречаются загадочные фразы. Какие? Например, мне очень интересна эта фраза, Москва болеет под Москвой. Что вы имели в виду? Ну, знаете, это сложно объяснять. Метафора я могу, конечно... Нет, это не метафора. Москва болеет под Москвой, но здесь нет метафоры. Ну, есть, конечно, болеет, Но есть некое отношение чего-то к чему-то. Я не хочу сейчас агрессивно рассказываться о Подмосковье, но если я буду сейчас говорить об этом, наверное, ну, кого-то это обидит или не понравится. Ну, есть... Вы же уже сказали, что Москва болеет под Москвой. А это красивая фраза? Красивая, да. Значит, она имеет право на существование. Она к тому же правильная, как я думаю. Но для меня она немного загадочная. Что вы имели в виду? Нет, пожалуй, я не готова объяснить. Знаете, иногда напишешь в стихотворении, вроде всё понятно, ну, в тот момент, а спустя там какое-то время, полгода, ты вспоминаешь и думаешь, а что же ты имел в виду, ну, какое значение вкладывал в какую-то метафору, например. Бывает такое, что пишешь стихи, и тебе совершенно непонятно, о чём это. Ну, бывает. Ну, в данном случае я писала о негативном влиянии Подмосковья на Москву. То есть у Москвы есть болезнь Подмосковья? Да. Ну, многие считают, что Подмосковье – это, ну, что-то такое, ну, отсутствие культуры, ну, как синоним отсутствия культуры, образованности, может быть, ну, может быть, такой провинциализм. Провинциализм, да. Ну, видимо, это имелось в виду. А потом я читала когда-то очень давно, что, не знаю, насколько это соответствует действительности, что, ну, когда-то очень давно в Москве жили, ну, дворяне, а те, кто им прислуживало, они жили все в Подмосковье, и те, кто сейчас, ну, это что-то потомки тех людей, то, естественно, это сказывается на их там культуре, может быть. Что-то интересное, какая теория. Это трудно представить, по тем временам, как они добирались, часто добраться, если в Подмосковье у нас случится на машине. Ну, но очень такая логичная теория. Знаете, вот гораздо легче с действительно вот метафорами такими прямыми, но очень красивая есть метафора, вот как строчка ищет рифму для опоры, так облуки осваивают лёд. Это очень красивая метафора, и она визуальная. И одновременно и невизуальная. Как строчка ищет рифму для опоры, так облуки осваивают лёд. Очень красиво. Прямо можно в какую-то манту ягодскую включить. Серьезно? Да. Но вы не замечаете, наверное, свои вот такие вот достижения? Это, вот этот угол женский, вряд ли мужчине не могло прийти в голову такое ощущение, или просто подумать даже. Да, наверное. И вместе с тем очень, просто очень красивые строка, но они достаточно просты, они воспринимаются сразу, вот такие новации. А вот «Москва болеет под Москвой» это просто мысль. Ну, пожалуй, да. Высказанная прямо и без обиняков. И то, что имеется в виду, я думаю, что почти все, кто прочтет эту строчку, они не остановятся, но сразу её поймут. Но всё-таки вам это в меньшей степени свойственно. Вот когда я читаю ваши стихи, то я не могу отделаться от впечатления о том, что вы каким-то образом чувствуете нереальность собственного тела. Там скорее не так. То есть я не то чтобы чувствую, мне хочется так чувствовать. То есть это какое-то стремление избавиться от, ну, мирского, что ли. Наверное, так. Ну, я не знаю, может, вы приведёте какие-то строчки? Ну, строчки в точности я не помню, но у меня впечатление вот такое возникало, что вы как бы не чувствуете себя физически, а всё время находитесь в состоянии оценки времени, что ли. Да, наверное. Ну, для меня поэзия, ну, я уже говорю, повторю, что это путь. Я стараюсь... Ну, раньше мои ранние стихи вот были очень приземлённые, что ли. То есть я писала именно о страстях человеческих, ну, какие-то бытовые детали присутствовали сейчас тоже, но сейчас бытовые детали – это скорее символ, чем действительно бытовые детали. Вот. А теперь я стараюсь как-то отталкиваться от этого быта. Да, я понял, что вот у вас много таких чисто бытовых зарисовок, но они носят возвышенный символический характер, как правило, и они всегда выражают некое запредельное, что ли, отношение, отношение неприятия. Да. Да. Вот вы сейчас пытаетесь отклонить уголок от этой книги, которую я продемонстрирую зрителям, если вы позволите. Конечно. Это вот альманах такой, словесность, и он с обложкой, которая соответствует месту, откуда идёт трансляция из Академии художеств Соретеля. Это одно из произведений Зураба Константиновича. И это издано, как я понимаю, «Союзом литераторов», да? Вы автор этого, один из авторов «Бальмонахи». Да. Либо быть, на что включили «Бальмонаха»? Это от меня не зависело. Ну, просто я о том, что книжка «Вышел в свет» узнала только спустя, наверное, какое-то время. То есть мне позвонили и сказали, ну, та подборка, которая включена в книгу, мне понравилась. То есть я не занималась. Откуда они не взяли? Вы им её выдали, да? Вы выдали? Да. Ну, я же тоже вхожу в «Союз литераторов России». У них там были какие-то стихи мои, из которых они выбрали, ну, на их взгляд, лучшие, может быть. Ну, по-моему, на хороший выбор. Вы довольны этой публикации? Да. А вы можете что-нибудь оттуда из вот этой публикации прочитать? Ну, так, я наизусть, к сожалению, свои стихи не помню, потому что, ну, редко читаю их вслух. Сейчас. Вы хотели бы более часто вслух читать стихи? Да, наверное, хотела бы. А что же вам мешает? Площадки есть? Ну, если бы я ходила в какое-нибудь литературное объединение, но сейчас просто такой необходимости нет, наверное, я бы чаще читала вслух свои стихи. А сейчас есть живой журнал, ну, напишешь стихотворение, выложишь, те, кто кто-нибудь что-нибудь напишет, ну, просто нет времени, наверное. А чем занимаетесь, вот когда не заняты литературой? Работаю. Что вы делаете? Пишу рекламные тексты. Рекламные тексты пишете? Ну, в общем, это почти по специальности. Ну, не знаю, насколько почти. Ну, все-таки это работа со словом? Да. Мне такая уж и бесполезная. Согласна. Да. Да, это интересно. То есть вы здесь нашли себя, правда? Ну, знаете, я бы, наверное, ну, если бы имела возможность выбирать работу, я бы, наверное, не работала. Там, где сейчас. А что вы делали, если бы вы могли делать то, что вы хотите? Ну, возможно, я бы писала рецензии на фильмы. Рецензии на фильмы? Ну, а что вам мешает их сейчас писать? По-моему, это востребованная в интернете. Даже за этот в заплатить можешь что-нибудь. Если прославиться как рецензент. Ну, я не знаю, насколько я компетент. То есть то, что я делаю сейчас на работе, пишу рекламные тексты, ну, я в этом уверена. Я это делаю честно. Ну, как вы можете быть некомпетентным, если вы видите фильм? И хотите написать рецензию? То есть вопрос компетенции? Ну, если говорить, например, о литературе, не каждый человек может адекватно оценить литературное произведение. Можно сказать, нравится, не нравится. Но это не рецензент. Рецензент как раз так и... Вы имеете в виду критиков, литературоведов, филологов, да? Которые глубоко вникают. Ну, если я, например, возьмусь за это дело, то есть буду как-то анализировать кино, то, наверное, мне не хватит знаний. То есть я могу написать, но это не будет профессиональной... не будет профессиональной рецензии. Ну, вот этот вот фильм, который сейчас идет в прямом эфире, будет выложен в интернете. И вы можете о нем написать рецензию. Вы думаете, что это у вас непрофессионально получится, как у филолога? Ну, как у филолога, может, и профессионально. Ну, а как еще, может быть? Ну, надо еще разбираться. Ну, кино это и искусство. Ну, там свои правила, закон. Понятно, у вас останавливают незнание законов. Если бы это было так, я вам не верю, честно говоря, то вы бы ни одной строчки не сочинили. Потому что сочинять может решиться только человек, который еще чего-то там не знает в этих законах. Да, сплошь и рядом. Любой хороший поэт нарушает. Да. Но, знаете, чтобы иметь право нарушить законы, нужно очень хорошо в этом разбираться. То есть невозможно... Если ты пишешь, если ты не владеешь какими-то элементарными навыками, ну, не знаешь правила стихосложения, то ты просто не имеешь права их нарушить. Да. То есть это очень замечательно, что вы сказали эти слова, потому что большинство современных поэтов, ну, вот, например, московских, они не имеют ни малейшего представления о каких-либо правилах стихосложения, и тем более о их нарушении. Ну, я думаю, не большинство, потому что большинство все-таки окончили литературный институт, и их там научили правильно писать. Да что вы говорите? Правильно писать я имею в виду, подчиняясь всем этим законам управления. Нет, у нас очень много пишут стихов, люди, которые вообще никакого отношения к литературному институту не имеют. И премии даже получают всевозможные. И пишут чистую прозу, просто срифмованную, а сейчас не срифмованную совершенно. И просто располагают визуально. Нет, я не к тому, что обязательно нужно окончить литературный институт, чтобы писать хорошо стихи. Я просто к тому, что многие поэты московские, они довольно-таки хорошо понимают, что такое искусство и литература. Но другой вопрос, что не у каждого из них есть какой-то огонь внутри. Значит, меня так и подмывает. просто задать вам вопрос, как вы относитесь к творчеству пригора. Пригора. Сейчас я вспомню, как я. Просто, я понимаю, что это совсем неправильно, что это спрашивает. Ну, я не могу сказать, что я большой поклонник. Ну, я понимаю, что вы не можете поклоняться, поэтому и спрашиваю. Ну, он достойный поэт, он занял какую-то нишу свою. То есть, он... Значит, вы не отвечаете поэзию от социальных актов. Ну, в чем там заключается поэзия? Я считаю, что... Нет, понимаете, поэзия, это же какой-то процесс поэтический. То есть, так не бывает, чтобы только один поэт делал литературу и поэзию. То есть, нужны... Ну, как, понимаете, есть, например, у пчёл трудня, есть рабочие пчёлы. Но мы не пчёлы. Ну, мы же, как, по-просту... Ну, не... Ну, хорошо, мы не пчёлы, но я как поэт, наверное, ну, выражаюсь образно. То есть, я думаю, что можно сравнить. Ну, биологически, ну, уж если бы вы сравнили нас со стадом шимпанзе, я бы ещё это с большей лёгкостью принёс, чем с муравьями или пчёлами. Почему? А чем хуже муравьи или пчёл? Нет, я не говорю, что они кушали. По-моему, достойные ниши. А не насекомые? Нет, они насекомые, да. Вполне достойные, но дело в том, что они очень мало имеют отношения к мыслительным процессам человека. Вот, если его за шимпанзе, я могу ещё признать, а за муравьями и пчёлами уже не могу признать, поэтому и варить фракталы, которые они там выкладывают, соты и прочее. Но они очень чётко подчиняются своим инстинктам. они живут правильно, гармонично, в отличие от человека. Фашистская жизнь такая? Фашистская жизнь, я не уверена. Но фашисты не сумели создать то... Они не сумели, потому что они не превратились на секлому. Но у них искажённое представление о кастах у фашистов было. Вы думаете, что это главное было в их движении? Нет, я думаю, что не главное. Но если они стремились именно к традиционализму, то они как-то неправильно решили. А что вы думаете, что они традиционализм? Кастовая система свойственна традиционализму. Не обязательно. Много видов традиционализма есть. Вот с насекомыми... Ну, вы в чём-то правы, потому что я сам раздумываю на эту тему о насекомых. Я о них часто думаю. Я думаю, что есть некое влияние сообществ насекомых на сообщество людей. Если вы посмотрите на образцы техники, то можно предположить, что насекомые внушают людям идеи перевоплощения их представлений, их органических представлений машинные человеческие. И что машинки, это вот и есть... Ну, если их вот... Если ещё и сделать организованной какой-то средой, то это вот будут муравейники и пчё... И там пасеки и прочее все удовольствия. Причём с позитивным для нас эффектом собирания мёда там и муравьиной кислоты. Но это, конечно, неприятная мысль, когда осознаёшь, что на тебя что-то так вот влияет, ты ещё не вполне с этим освоился. Нет, почему? Я так не считаю, что... Вот вы говорите, что я сравнила... То есть я же и о себе в том числе говорю. Я понимаю, вот это меня удивляет. А почему? Если... Ну, понимаете, возможно, человек не очень талантливый, предположим, но если он себя чувствует гармонично в этом мире, я думаю, что этот человек лучше, чем тот, который ищет и не может найти. Знаете ли, вот если вы найдёте такого человека... Который будет счастлив, вы не имеете... И который будет гармоничен, значит, в этом мире, да. то тогда, возможно, вам придётся признать свою теорию правильную. Но пока вы такого человека не нашли, и чтобы вам не говорили на эту тему, не верите? Почему? Я верю классикам. Например, у Льва Толстого есть рассказ «Отец Сергий», вы, наверное, помните. Да. И не помню, как звали это его кузину, которая жила очень гармонично, несмотря на то, что никаких там признаков святости в ней не было. Да. Просто было много крепостных крестьян. Ну, вот концепции Толстого крайне интересны для меня. Я считаю его выдающимся мыслителем, одним из лучших мыслителей, которые что-то сочинили на русском языке. Я имею в виду Нильва Николаевича Толстого, конечно. Но дело в том, что это концепции и это персонажи. Но мы не персонажи. Хотя вот я недавно читал статью Жалковского по поводу Хлебникова, где он описывает Хлебникова как персонаж литературы и что с Достоевского пошла вот эта вот волна изображения. Когда уже выступают на просцене, он литературный, не сами поэты, не сами писатели, а персонажи. персонажи сочиняют. Потому что за текстами Хлебникова стоит некий персонаж, который, между прочим, как отмечает Жалковский, очень похож на автора, который создал персонажа. Но это не обязательно. Есть латиноамериканский поэт, который создал больше десяти, по-моему, создал персонажей литературных, которые сочиняли стихи и все стали признанными поэтами. Но он анонимно внедрял вот этих персонажей. И когда он умер, да, там были самые различные персонажи, среди них были и путешественники, и любители приключений, все, но оказалось, что это был заурядный человек, который жил на большом городе, никогда тут не выезжая, временной многочисленной семье. Поэтому ваш пример с Толстым, он не работает. Персонаж может быть каким угодно для иллюстрации определенной идеи, но мы же говорим о людях, а не о персоналах. И человек не вмещается в понятие персонажа никакого. Но понимаете, Толстой писал, Толстой, наверное, не выдумывал, как и всякий другой писатель, то есть он писал с натуры, наверное, так правильно. То есть он видел наверняка такие ситуации. Сочинят. Я знаю две знаменитые людей, которые читают «Войну и мир». Одни считают только про войну, другие только про мир. А там еще есть много кроме этого. Нет, я не готова говорить о Толстом. То есть это такая величина. Ну да, понятно, но вот у меня возникает вопрос. Вот в принципе у вас протестная поэзия. Вот можно сказать, что это протестная стихия. Вот эта форма такого протеста это поэтический протест, протест поэтической натуры и он очень активный. Там никакого эскипизма, вы как бы не уходите от проблемы. Вы наоборот находитесь в этой проблеме. И каким образом вы были не маркированы как протестный поэт, а это очевидно, раз у вас выпустили, вот у вас словесность помещает, книгу выпустили до этого. Кстати, каким образом родилась книга стихов? Нет, это совершенно неважно. Вы можете спросить, каким образом стихи появились. Стихи появились у вас спонтанно. Вы же не могли с книжкой? Нашелся человек, который захотел издать книжку в Махачкале. Правда, это было очень давно, в 2002 году. И просто по любви к стихам это было сделано. Да. Это самый хороший вариант, я вас поздравляю. Лучше не придумать, когда именно так делается. Хотя часто у нас все это делается совершенно другим способом и путем, к сожалению. Я понимаю, что вы в Москве наверное все-таки участвуете в каких-то литературных объединениях. Иногда посещаю поэтические вечера, которые проводят Союз литературы в России. А еще вы где-то бываете, есть ли у вас какая-то референтная группа, круг какой-то людей, которые ценят ваше творчество, вам нравится тоже их? Есть друзья поэтов, с которыми я могу поговорить о поэзии. И чье мнение мне интересно. А кого вы можете назвать из таких поэтов? Ну, наверное, это неизвестные поэты. это не важно. Ну, если из известных, я могу говорить. Не из неизвестных, пусть будут неизвестные. Не обязательно же известные. Но их имена все равно ничего не скажут. Почему? Может быть, искали. А вдруг мы с ними организуем еще передачу? Я пересмотрю, и вот был назван такой-то, и действительно, я даже не слышал может быть о нем. А это вполне достойный поэзия. Я могу сказать о гидеобъединении, которое ведет Осара Эпель. Очень интересный прозаик. Но вот я иногда хожу к ним, читая стихи, но, правда, в последнее время не получается. Вот. Мнение этих людей, которые там собираются, мне очень интересно. Понятно. Я об этом слышал. Я, правда, не был в этом объединении, но я о них слышал. Там еще Александр Рапопор туда ходит? Да. Понятно. Вот я, наверное, только сниму из обеднения из этого и как-то соприкасался. Там есть очень хороший переводчик Михаил Либкин. Либкин? Да. Тоже не слышал. Интересно. Значит, все-таки у вас здесь есть какая-то среда, которая вас ценит по достоинству? Ну, да, наверное. Ну, хотя мне бы не хотелось говорить «цень», не «цень». Ну как же, по-моему, вообще литература не развивается в одиночку. Это как-то сцепляется, вот, сцепляются какие-то духовные колесики в этих больших часах литературного процесса. Да, это правда, но сейчас, когда появился интернет, нет необходимости в личном общении. Хотя, я понимаю, что общение посредством интернета, оно теряет теплоту, какие-то такие человеческие моменты. Но, тем не менее, это очень неудобно. Знаете, все-таки нельзя никак избежать этого. И существует некое посвящение, которое передается непосредственно от человека к человеку. И это не может происходить через интернет. Да, я соглашаю. И путем переписки. Но, все-таки, там, переписка релики Цветаевой, это два уже зрелых мастера, да, совершенно независимы друг от друга, которые обмениваются мыслями, там, литературные другие темы. Вот, если речь идет о новой литературе, о новой поэзии, вот, о новом чувстве, что у вас присутствует, потому что слова все старые, и слов, ну, мало новых слов изобретается, и часто, когда их изобретают, это неудачно получается. А, вот, что ими передается, вот, это вот рассеянное в пространстве города, или же страны, в каких-то случаях, рассеянное какое-то пронзительное чувство, оно не создается одним человеком. Это как-то передается от человека к человеку, и есть некие медиумы, что ли, которые наиболее влиятельны в этом, они могут быть не лучшими поэтами, но они как-то влияют на весь процесс, как мне всегда казалось. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, и сейчас как-то это по-другому происходит. Нет, я соглашусь, конечно, нужна литературная среда, нужно говорить на эти темы, и даже там какой-то момент с соревнователями должен присутствовать. Конечно. Но это в том случае, если человек, ну, не человек, наверное, правильнее будет сказать, поэт, но только-только ну, как бы делать первый шаги, ну, состоявшийся поэт, я думаю, не нуждается в этом вообще. Вы думаете? Я даже думаю, что ему нужно избегать этого общения, ну, потому что он уже как бы сформировался, и ему не нужно какое-то влияние. Я думаю, этого никогда не происходит, потому что тогда мир идет вперед, и этот человек останется где-то в прошлом. И все-таки чувство вот этого шага, чувство движения, которое делают другие, не обязательно в литературе, а вообще вот те, кто вызывает восхищение, уважение, и те, кто продолжает двигаться, оно совершенно необходимо человеку, который занимается творчеством. Без этого невозможно обойтись ни при каком мастерстве. Но вы еще, наверное, это узнаете. Вы же еще много лет будете жить. Вы узнаете на практике свою теорию, как она будет воплощаться. Возможно, я уже через год буду думать по-другому. то есть я сейчас считаю так и считаю очень искренне. Когда искренне поменяю свое уважение, это тоже будет правильно, это нормально. То есть ненормально, когда человек постоянно думает одинаково, то есть не меняет свои взгляды на жизнь. То есть это свидетельствует о том, что нет развития, что он стоит на одном месте. как там это Трирема значит в канале для Триремы империя увязла как Трирема в канале для Триремы слишком узком. Как там Вродского сказано было, не? Не помню. Это значит и везло значит везло с карибут на берегам. А движение не происходит. Вся видимость движения есть, а самого движения нет. Может быть вы еще почитаете стихи? Давайте все так, как будто тебя атаковали спамеры. Много лишних деталей. Не справляется оптика фотокамеры. В глазах начинается зуд и сжение. Весь мир как смазанное изображение на снимке пьяного фотографа, сделанного после очередных ста грамм, когда диафрагма на распашку в ненастье. Типичная шевеленка, сказал бы мастер. Еще почитать? Да, конечно. Каждый случившийся день многократно встречаю на кухне соседку Катю, избегаю ответа на равнодушное как-то, перехожу на погоду, чтобы чего не сбацать. В Москве обещали к вечеру минус двадцать окна заклеить, просто тепло одеваться. Как говорил мне папа не для порядка, почему по холодному полу ходишь без тапок, будешь чихать и кашлять. Эх, папа, папа. Знаешь, добрая Катя, такое дело, мне это небо за окнами до смерти надоело. Мама снилась опять вся в чем-то белом. Да много еще чешское пиво в фляжках, что я по Мясницкой как по нудистскому пляжу. Ну, ты понимаешь, что тебе не важно? Еще почитайте. Почитаю. Осень на мне безвременно кончилась серым дождем и прочее-прочее в этом же духе. Вижу воочию в утреннем сне такую картину грязный водоем с густой тиной рыба копченая по полтине. Девочка Таня громко плачет, мячик там был, а был ли мальчик? Вот ведь чего бы это значило. Время берет мой день нахрапом руки, колени, слова в охапку. Снова зима, мне не идут шапки. Вот это стихотворение интересно очень потому, что там есть аллюзия известного романа «Жизнь Клима Сангина». Но вообще у меня возникло впечатление, что вы как-то странно находитесь под влиянием нахрапом. Нет, пожалуйста, я даже не могу сказать, что я знаток там. Если я читала, то очень давно. А ведь мы не всегда сознательно это может содержаться где-то в вашем бессознательном те образы, которые были восприняты. Вполне через какого-то другого писателя. А может быть и через него напрямую. Вот например «Злая ночь надо мной висит то ли меч, то ли еще чего». Буквально прямо из одного из его рассказыв. Интересно. Или вот есть очень еще одна странная фраза в ваших стихах «Мой вымышленный друг читает Джойса». Вот мне показалась интересная фраза. Что значит вот я поэтому с вами говорил про персонажей и про реальных людей и персонажей которые тоже создают стихи через вот просто можно имитировать творчество с помощью некоего персонажа о котором есть представление. Вот «Мой вымышленный друг» кем вымышленный значит друг читает Джойса. Что реальный друг не может читать Джойса? Вымышленный друг Наверное сделан акцент не на том что он читает Джойса а на том что он вымышленный друг. понимаю что нет вообще друга? Нет но этого конкретного друга который в этот конкретный момент читает Джойса и делает что то еще его наверное нет а может быть даже он есть но он не совсем настоящий еще более загадочное утверждение чем сапог фраза будет вымышленный друг читает джойса может быть он есть но не совсем настоящий но понимаете это строчка я если честно не помню всего стихотворения откуда это строчек наверное я думаю что стихотворение о том что ну о том что все чувства поддельные что все эмоции ненастоящий ну а фальшивость этого не о том что удивлю что ваши эмоции не настоящий ведь у них очень трудно сомневаться куда они приходят до уверены что не настоящая вы живете в таком театре нет как раз я уверена что мои эмоции вот в этот период жизни они настоящие спустя какое-то время я прочитаю вот знаете я когда читаю свои совсем ранние стихи я ну ранее я имею ввиду когда я начинаю понимать что эти эмоции мне сейчас совершенно чушь то есть они даже вызывают улыбку я себе окажешь ему даст то есть тогда они были настоящий конечно то есть я считаю ту свою лирическую героиню несколько сентиментальной может быть немного легкомысленной но так по-хорошему легкомысленной то есть вы не видите аналогии между своим состоянием и тем состоянием может быть я меняюсь то есть вы хотите сказать что если вы теперь надо на какую-то вещь известную вам реагируете по-другому нежели тогда то тогда это было не настоящего нет тогда это была настоящая просто я знаю что возможно другой человек прочитав то моё стихотворение более прочувствует его чем я сейчас то есть и это эмоция то есть это стихотворение будет больше этого человека чем моё потому что он его лучше понимает и испытывает такие же возможные эмоции то есть для него эти эмоции настоящего для меня уже нет то есть вы находите где-то в каком-то пространстве совершенно отстраненном от прошлого настоящего и будущего из которого вы можете из которого вы оцениваете кого-то кто стоит за текстом вообще реагирующего на что-то такое что имело место быть на самом деле для вас вполне безразличное сейчас да очень интересно довольно сложно нет но знаете нет это нормально я думаю что это происходит со всеми на потом согласитесь что не важно как называть то есть важно будет уже после того как ты назовешь что-то то есть пока вещь не названа она с ну и и не существует да то есть ну сейчас чтобы точнее сказать ну понимаете вещь она не долговечна она ее потом не будет а слова останутся останутся те слова которые назвали эту вещь и и возможно эти слова будут совершенно неадекватно то есть если кто-то говорю по диагена сидящего в бочонке когда-то и представил себе такого толстого дядьку в круглом сосуде время от времени высовывающего свою небритую бороду то в дальнейшем это может такой степени измениться чтобы представлять себе что-то такое типа скафандра да и в нем нагло блитого человека вот и говорит что это тоже диаген но слово то осталось диаген нет это вторая история совсем о другом то есть тоже может быть рассказано и не совсем верно это две разные истории там присутствуют совсем другие вещи в том числе скафандр то есть это уже другая история но бочки нет как представить и даже слова бочка нет тоже словами тоже исчезает я знаю огромное количество слов которые сейчас совершенно не употребляется и никто их не знает даже не знаю что они значат это русские слова в общем когда-то были очень обиходные но это нормальный процесс эволюции языка слова тоже исчезает то есть может говорим о норме наверно нет я не верю что ваши стихи в тот период в 20 лет существенно отличается от современных я верю в то что ваше владение словом может улучшаться если вы этим занимаетесь я не верю что вы можете измениться хотя бы на йоту и что-нибудь сочинить такое что отличалась в любой период жизни вот ее начала и до конца я думаю что вас всегда будет интересовать одно это ну тоже как и меня любого другого человек ну да поэтому пожалуй но если вы имеете ввиду какое-то но стремление к чему-то высшему там какой-то идеи там не знаю как угодно можно назвать там пуг ну понимаете я буду стремиться к этому независимо от того скажу ли я сейчас что я стремлюсь или нет понимаете это инстинкта познание истинного есть у многих людей вообще нет сенту присутствует вот сейчас вы говорите о фашистском государстве о кастах я не говорю об этом ничего человек может быть вполне обычным заурядным обывателем у него нет этого инстинкта и что и что я думаю что он просто спит меня этот инстинкт просто того как гуржи заговорил это может быть кучей в очень мудрый человек и требуется уже дополнительное пробуждение вы считаете мудрый уже ну вот у нас есть немного времени я бы хотел чтобы вы вот как бы подводя итог прочли пять тех стихотворений которые вы считаете лучше ну которые вам очень нравится так сказать не лучше потому что трудно оценивать стихи мне ваши стихи все кажется интересным кафе шумная музыка белая скатерть что он говоришь скатерть похоже на саван живое с девушкой катей да славная тоже любит дождь пиво нет чая зеленого что ж смотришь вспоминаешь как кто-то похожим жестом со лба откидывал прядь тебе здесь нравится что да хорошее место не знаешь из чего начать почему не звонишь ну твой номер в сумме дает 13 а я стала такой сух говоришь 4 не ну может быть не суть да еще озоновые дыры и кроме этого мне надо идти пока мне нужно еще в гастрономе купить пакет мака это должно быть где-то внутри в подхорке мне каждую ночь снится море непрекращающийся ливень за окном и школьные тетради с формулой h2o по моему в пору говорить о душевной ране а водофилии ведь судите сами дело не только в том что не могу равнодушно пройти мимо крана а еще водопады морость дожди и цунами когда из занятий всех выбирая мытье посуды полов и туда же стирку когда связывает с бывшей съемной квартирой абонемент бассейн мое место на кухне занял стол на плите возмущенно ворчит чайник аспирин все равно не полегчает что там еще шиповник ромашковый настой и за утро еще ничего не сказала но вчера кажется захватила лишнего вокруг все моется жарит яичницу люди родом с вокзала еще немного и оборвется нить а кто-то мне шепотом ты слышишь но меня интересует только мыши и где их купить почерк пальцев твоих почерк грустной улыбки вот слагаются в стих разговоры в курилке дождик мелкий прошел потревожил осины когда все хорошо можно в полную силу плакать больше рыдать или биться в и падки покупая опять пиво в местной палатке и мороз впиваясь тонкой спицей хоронит краски в закрома не насти в городе ютится и просится уже в дома как нынче напрочь опустили слова шарманка канделябра горжетка дышит еле-еле в последних числах свой ноябрь и все прощается до срока распотрошил остаток дней а осень жмется влажным боком ко мне спасибо мэриан уважаемые телезрители мы с вами на этом прощаемся сегодня была встреча с поэтом мэриан к башировой до новых встреч до свидания и